О, гудок подает. Его увидели еще за поворотом. Клубы дыма и характерный гудок не перепутаешь ни с чем. Весь в цветах и флагах с солдатами на открытых площадках он снова прибыл, как тогда, в мае 45-го. И вызвал такое же ликование тысяч людей, которые со слезами на глазах встречали пояс победы. Чудесно просто, что восстановили вот этот момент. Ветеран труда Николай Стольников вот на таких паровозах отмотал миллион километров, о чем говорит почетный орден машиниста-миллионника на груди. Маршруты, начиная до Волхостроя и до Войной. И интересно было о паровозах, потом на тепловозах. На глазах ветерана строилась и эта железная дорога Чага-Дакабожа, которую в начале войны построили в рекордно короткие сроки. По ней ежедневно вот такие паровозы везли составы на фронт, чтобы снабдить армию всем необходимым. Об этом говорят и следы пуль на крышу паровоза, которые никакой реставрации не скроешь. Идею районных и областных властей возродить старинный паровоз поддержали в руководстве Октябрьской железной дороги. На предложение привезти сюда поезд победы из Санкт-Петербурга откликнулись и в обществе любителей железных дорог. И вот сейчас он радует на этом прекраснейшем празднике, радует нас своим гудком, своим звуком, которым, на мой взгляд, больше патриотизма, чем в любых воззваниях. На перроне настоящий военный праздник. Сегодня здесь чествуют ветеранов, тружеников тыла и, конечно, строителей Чага-Дочинской железной дороги. Более 340 тысяч жителей Вологодской области ушли на фронта. В их числе герои-чага-Дочинцы, которые своим трудом внесли вклад в великую победу. В эти годы, 70-летия, мы искренне говорим слова благодарности ветеранам. Участники военной реконструкции, солдаты, матросы, боевые санитарки воссоздали дух того великого дня, когда вот такие поезда с ликованием встречали на перронах страны. Ну как вы думаете, если у меня дед дошел до Берлина, сибирские дивизии, это что-то значит? Завершился праздник большим народным гулянием. На перроне весь день звучали военные песни. И, конечно же, как это было в мае 45-го, танцы под знаменитую реорет. Екатерина Васильева, Алексей Гриценко, Вести, Вологодская область.